Минувшую субботу, 24 апреля, Верхневолжье присоединилось к Всероссийскому субботнику. По всей области были организованы десятки точек, где неравнодушные граждане приводили в порядок дворовые территории и общественные пространства, памятники и малые архитектурные формы. Высаживали цветы и деревья, красили лавочки, бордюры и заборы. В Твери в уборке Комсомольской рощи принял участие губернатор Игорь Руденя. Комсомольская роща в Заволжском районе Твери уже давно снискала славу одного из наиболее популярных мест отдыха у жителей столицы Верхневолжья. Сюда приходят целыми семьями, прогуливаются, занимаются спортом, играют с животными. Приведение в порядок этой территории с приходом тепла стало доброй традицией. Не стало исключением и 24 апреля, когда здесь прошел Всероссийский субботник. В Комсомольской роще сегодня работают десятки людей. Здесь одновременно пилят сухостой, собирают мусор и уносят старые порубочные остатки. Горожане, волонтеры и представители власти работают бок о бок. В субботнике приняли участие первые лица области. В их числе губернатор Игорь Руденя, советник президента Российской Федерации Владимир Васильев, а также директор фонда Твери, руководитель регионального штаба «Мы вместе» Юлия Саранова. Волонтеры, школьники, представители общественности. В ходе субботника губернатору обратилась жительница Твери Лариса Шухина с вопросом обеспечения безопасного перехода горожан через железнодорожные пути к Комсомольской роще. Для нас это единственный зеленый островок. Отдых больше у нас как бы нигде невозможный. Сюда идут люди с колясками, с велосипедами. И перебраться через железное полотно достаточно трудно. Данное предложение главой региона было поддержано. Игорь Руденя отметил, что в ходе строительства западного моста в Твери будет реализован масштабный проект, включающий в себя в том числе и пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу в районе Комсомольской роще. Принято решение нами в рамках проекта по строительству западного моста построить четвертый дополнительный мост. Проект очень большой. Он включает в себя возможность продолжения улицы Фрунзе. Это автомобильная развязка и соединение с Санкт-Петербургским шоссе. Таким образом мы разгрузим за Волжье. Это будет новая транспортная артерия с выездом на Санкт-Петербургское шоссе и трассу М-10 и возможность перехода наших граждан. Как отметил советник президента Российской Федерации Владимир Васильев, подобные проекты полностью отвечают тем тезисам, которые озвучил президент России Владимир Путин в недавнем послании федеральному собранию. Не так важны темпы роста страны, как ощущение людей, что жизнь становится для него конкретно. Не общей температурой по отделению, а у человека лично стало лучше. Я вижу, что вот здесь можно спокойно, безопасно отдыхать с детьми. Вот рядом улучшились условия. Вот об этом ровно говорили. Когда мы сейчас шли, Игорь Михайлович тоже подходил. Понятно, сейчас не лучшее решение в эту погоду, но люди пришли и делают. И уже хорошо. Для многих, кто пришел в этот день на субботник в Комсомольскую рощу, территория эта по-настоящему особенная. Например, руководитель фонда Твери Юлия Саранова сама жительница юности. Девушка призналась, что рада тому, как с каждым годом знаковые места Верхней Волжье преображаются. Множество ребят сегодня присоединилось, волонтеров. И на самом деле для наших волонтеров не надо лишнего повода. То есть только нужно сказать, куда и когда приходить. Ребята откликаются. И для меня, и для ребят это очень важно. Иметь возможность приложить свое время, силы на благо города и региона. Добавим, что к экологической акции, помимо Твери, присоединились еще 10 городов-участников голосования за проекты благоустройства в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Голосование стартует 26 апреля на платформе «За.городсреда.ру», разработанной Министерством строительства России и Организацией «Диалог регионы». И, конечно, массовые уборки прошли во всех муниципалитетах Верхней Волжья. Продолжение следует...